Я похудела на 54 кг на правильном питании и дефиците калорий. Настоящей находкой для меня стали низкокалорийные рецепты. Ведь я сладкоежка, а их можно есть и худеть. Именно таким рецептом делюсь с вами сегодня. Это итальянские дзукотто. Десерт из шоколадного бисквита, творога и вишни. 1 столовая ложка кукурузного крахмала. 1 столовая ложка муки. И 1 столовая ложка какао. 3 яйца делим на белки и желтки. К белкам добавляем 2 столовые ложки элитрита. И взбиваем до пик. Мы взбили белки до пик. Пики это когда остаются вот такие вот остренькие. Вот такие вот. В общем пики. Они не нужно в общем очень сильно взбивать для бисквита. Достаточно. Белки выкладываем в посуду. Белки перемешиваем и добавляем их к белкам. Через ситечко всыпаем нашу сухую смесь. Тщательно перемешиваем. Выкладываем тесто на противень. Я выкладываю на тефлоновые коврики. Так, надо разровнять, чтобы толщина была примерно одинаковая по всему периметру. Ставим на 180 градусов на 15 минут. Я взяла 100 грамм вишни. Добавляю сахарозаменитель, соответствующий 2 чайным ложкам. Так, 2 чайным ложкам. А мне надо 2 столовым ложкам. Сейчас еще добавлю. Итак, 2 столовые ложки сахзама. И варим 2-3 минутки. Через 3 минуты все готово. Выключаем, перекладываем и даем остыть. Бисквит тоже готов. Вырезаем 2 круга диаметром 22 см и 16 см. Я для этого буду использовать 2 формы подходящего размера, чтобы вот так вот по кругу аккуратненько вырезать. В блендер кладем 150 грамм творога. Сахарозаменитель. Я добавляю таблетки Новосвит. И 2 столовые ложки сметаны. У меня 15-процентная. Творог 5-процентный. Мне нужно 50 грамм зефира. Это одна зефирка. Мелко режу. Выкладываем в творожную массу. К ней добавляем резанный зефир. И перемешиваем. Готовую массу отправляю на 30 минут в холодильник. Мне нужно вырезать небольшой уголок, чтобы сформировать конус. Вот таким образом я разместила его в чашу. Так, все готово. У меня здесь образовались небольшие трещинки. Я их закрыла кусочками бисквита. Так, значит, я выкладываю половину творожной массы на дно. Слушайте, ну эти итальянские десерты, я не знаю, как они там в Италии с ними маются. То ли дело наша шарлотка. Все закидал, взболтал, готово. Так, значит, теперь я выкладываю вишню. Так, вишню нужно постараться выложить без сока. Ее даже рекомендуют откинуть на ситечко. Ну, я немножко поленилась. Вот так укладываю. Я выложила всю вишню. И теперь я выкладываю второй слой творожного крема. Вы знаете, вот этот крем с зефиром, он, конечно, нереально вкусный. Вот, вкусный прям. Даже можно было и побольше сделать. Там, грамм 200 сюда бы вошло. Итак, все сложила. Закрываю сверху крышечкой. И оставшимся соком вишни эту крышечку поливаю. Так, сейчас я его накрою пленочкой. Так, все готово. Я так поплотнее прижала наш десерт, чтобы он мне немножечко уплотнился. Накрыла сверху пищевой пленкой. И отправляю на 3 часа в холодильник. Так, через 3 часа я переложила его аккуратненько из формы на тарелочку, перевернула. Для красоты мы посыпем его рисовой мукой. Ну, в рецепте там использована сахарная пудра. Ну, и чтобы не добавлять лишних калорий, да, немножечко просто мучиться. Посыпем. Украсим мы голубикой. Ну, можно любыми ягодами, которые есть под рукой. Тут и мяту мы положим еще вот сюда. Вот так вот. Так, сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Что внутри? Потому что это интересненькое. Это точно. Так, вот так вот это выглядит. Так. Вот так вот он у нас выглядит в разрезе. Но вы помните, что творога можно было положить и побольше, да? Он у нас как бы был не совсем полный. Ну, по-моему, аппетитно. По-моему, выглядит симпатично. И мы сейчас попробуем. Так. Вкусный, в принципе, хороший. Десерт получился красивый, аппетитный и низкокалорийный. 192 калории на 100 грамм. Сочетание творога, зефира и вишни оказалось гармоничным, кисло-сладким. Единственный совет – делайте больше начинки. Расчет калорийности выполнен на сайте kolorizator.ru с учетом фактической ужарки. Желаю всем приятного аппетита и стройной фигуры. Спасибо за лайки, подписки и комментарии.